ПОЛОТНО ГЕРКУЛЕСИЯ Амфала было создано художником Франсуа Буше во Франции в середине 1730-х. Автор будет работать над этой композицией после возвращения из поездки в Италию. Полотно Геркулеса и Амфала было написано в Париже. Эта картина относится к раннему периоду творчества Франсуа Буше. В начале 1730-х годов художник активно работал с древними мифологическими сюжетами. Жанр произведения – живопись мифов, стиль ранее Рококова. ПОЛОТНО ГЕРКУЛЕСИЯ ПОЛОТНО ГЕРКУЛЕСИЯ Амфала заметно влияние и более ранней работы инженера эпохи Возрождения Франсуа Буше композиции «Пирамида». Крылатый младенец Амуры. Цветовая палитра «Крем» – светлый, темно-бежевый, белый, золотой, темно-коричневый, бледно-розовый, синий, темно-зеленый. Центральная часть композиции Геркулеса и Амфала выполнена в золотисто-бежевой гамме, на фоне которой выделяется белизна кристаллов королевы. Внизу на полотне Франсуа Бушер оставил акценты ярких цветов. Синие крылья, зеленые пуховики, розовое покрывало. Произведение Геркулеса и Амфала рассказывает о том времени, когда мифологические персонажи уже любили друг друга. Трагедия мифического сюжета заключалась в том, что герой должен был покинуть свою возлюбленную по истечении срока наказания. Однако автор картины делает акцент не на драматическом повествовании, а на эмоциональном кульминационном изображении отношений персонажей. В центре композиции – поцелуй на кровати. В правом нижнем углу Франсуа Бушер изобразил двух младенцев-амуров, символизирующих любовь эпохи Возрождения. Композиция Геркулеса и Амфала не претендует на тонкую сюжетную линию, да и не подразумевает ее. Картина в основном посвящена отображению бурных эмоций и героических чувств. В этой картине Франсуа Бушер раскрывает тему всех популярных потребительских страстей своего времени. В качестве фона художник берет известный миф о лидийской царице и рабстве, в котором сын верховного бога Зевса отбывал наказание на божественные воли. Композиция Геркулеса и Амфала фокусируется на центральном образе двух героев, сидящих на ложе. Внизу у подножия кровати играют два белокурых амура. В лице Геракла и его Амфалы Франсуа Бушер также показывает две противоположные привлекательности. Их контраст заметен в оттенках кожи. Противопоставляя загорелое, мускулистое тело мужчины и изнеженное, утонченное и изысканное тело женщины. Поэтому Геркулес и Амфала предстают на холсте, как две контрастные половины, составляющие удивительно гармоничное целое. Ранее история полотна Франсуа Бушер не прослежена, но известна только к концу XIX века. Полотно попало в частную коллекцию князя Юсупова в Санкт-Петербурге. После революции 1917 года была национализирована и расформирована его коллекция. В 1930 году полотно Геркулес и Амфала были переданы в Московский государственный музей Пушкина, где выставлены и по сей день. Рассматриваемая композиция считается одной из нетипичных работ Франсуа Бушер. Речь идет об откровенной подаче образов, что не свойственно художнику, некоторые странные факты о полотне Геркулеса и Амфалия. Кубидон, изображенный Франсуа Бушер в нижней части картины, держит в руках львиную шкуру и прялку. Это отсылка к мифу о том, что царица раскрутила порабощенного героя и заставила его надеть шкуру немейского льва. На подлокотнике кресла можно увидеть большое золотое украшение в виде Кубидона. В этой детали Франсуа Бушер сравнивает безжизненную фигуру с живым Кубидоном, подразумевая, что происходящее реально лишь наполовину. В композиции Геркулеса и Амфала стоит обратить особое внимание на позы персонажей. Это один из основных признаков руку-ку – использование стиля позирования руку-ку. Это постоянное желание позировать, желание произвести правильное впечатление даже в самые интимные моменты. Керакл и Амфала – одно из самых известных изображений этого мифа о самых легендарных земных сыновьях Зевса, наряду с ранней картиной Рубенса с точно таким же названием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok